Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Поздравляйте, желайте, не забывайте своих друзей, передавайте привет. В общем, в эти предновогодние дни можно практически все. Итак, друзья, мы начинаем. Новый год и Рождество! Ну, согласитесь, это самая, что ни на есть волшебная пора, ведь именно в эти дни мы независимо от возраста начинаем верить в чудеса. Ну, а чудеса, как я говорил, сегодня будут и в нашей студии, и совсем скоро, вот-вот, буквально через мгновение, в этой студии появится мой первый гость. Это артист Гомельской областной филармонии, фокусник, иллюзионист. Ну, а для меня, если честно, это настоящий чародей. Встречайте, сегодня у меня в гостях Николай Манец. Друзья, ваши аплодисменты! Здравствуйте! Здравствуйте! Повещем вас! Спасибо, взаимно! Прекрасно понимаю, что в эти дни у волшебников тоже огромное количество работы, но все-таки с каким настроением готовы провожать 2017-й и встречать 2018-й? С хорошим, замечательным настроением, потому что всегда неизвестное, оно радостно и приятно. Вы знаете, я думал, что только у нас много работы, оказывается, у волшебников тоже. Ну, тоже много, потому что волшебство в зимнюю пору перед Новым годом любят и взрослые дети. Скажите, волшебства хватит на всех? Я думаю, да. Всех желающих. Отлично! Ну, я уже объявил всей Гомельской области, что чудеса сегодня будут и в нашей студии. Если объявили, значит, будут. Я готов их принимать, я думаю, наши зрители тоже. Вы знаете, я показываю чудеса с предметами. Хоть какой-нибудь там, что у вас, найдется кусочек бумажки как-нибудь? Конечно. Вот, пожалуйста. Достаточно ли я волшебно его достал? Прекрасно! Я даже не ожидал. Смотрите, вот белый лист бумаги, вы достали его сами. Правильно? Да, да, да. В нем ничего нет. Да? Смотрите, я сворачиваю вот такой кулечек, вам показываю. В куличке ничего нет? Абсолютно ничего. Ну, потому что мы ничего не положили. Возьмем платок. Положим в кулек. Вот так. Смотрите. Затолкаем в кулечек, так вот. Вот он здесь, здесь, здесь. И разворачиваем наш кулечек. Платочка нет. Конечно, это достойный аплодисментов, но где платок? Но! Можно продолжить. Выберите любую бумажку. Делаем волшебство. И достаем. Браво! Это настоящая магия. Скажите, а у меня точно так же получится? Пробуйте. А вы откуда-то из воздуха его достали? Так, хорошо. Я получусь. Но он же... Вы его видите? Нет, не вижу. Ну, хорошо. Предположим, что у меня тоже... Ну, и что? Ну, ну, ну. Исчезновение бумажки. Поддержите меня аплодисментами. Я вам этот платочек отдам вместе с кулечком. Пожалуйста, забирайте. Держите. Спасибо большое. Доставайте. Теперь уже можно достать. Друзья, ваши аплодисменты. Нет, так у меня же тоже в руках ничего нету, правильно? А вот он летает. Видите? Вот он. Вот, 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 вот. Видите? Вот летает. Да вот же он летает. Вот я его достал. Николай, эти аплодисменты снова вам. Проходите. Оставайтесь с нами в студии. Спасибо. Ох, друзья, фокусов и чудес сегодня у нас в эфире, как понимаете, будет не просто много, а очень много. Но вы знаете, есть еще такой вот детский фокус. Знакомый всем с самого раннего детства. Раз, два, три. Елочка, гори. Кстати, насколько актуален этот фокус сегодня? Он актуален всегда. Ну вот, для того, чтобы этот фокус сотворился, раз, два, три, елочка, гори. Нужно эту самую елочку нарядить. А поможет в этом моя следующая гостья, которая появится буквально через несколько мгновений. Друзья, напомню этим добрым вечером на телеканале Беларусь 4. Мы готовимся встречать Новый год и праздновать Рождество. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш вайбер готов принимать ваше сообщение. Хорошего эфира. Огромное спасибо. Мандаринки, снежок и все сияет. Что может быть лучше Новый год? Самый любимый праздник. Анастасия поделилась с нами своими мыслями. Сообщение от Игоря. Счастья и успехов всем в новом году. Спасибо. Вам взаимно. Прответание любимой программы и только успехов. Такое сообщение тепло и радостное от Елены. Елена, спасибо вам огромное. Держите ответный привет. Подбой курантов. Инна с нами делится своим секретом. Подбой курантов. Пишу на бумажке желание. Сжигаю, выпиваю с шампанским. Банально, но сбывается. Спасибо большое за совет. Уж который год все пытаюсь совершить. Это же самое действо. Подбой курантов. Но всегда чем-то занят другим. Итак, друзья. Напомню, что мы готовимся к Новому году. А вы общайтесь с нами в Вайбере или звоните к нам в студию. Телефон прямого эфира периодически появляется на ваших экранах. Ну а я с вашего позволения продолжу. Главный символ Нового года, конечно же, елка. Каждый год дизайнеры на всей планете Земля предлагают самые разнообразные варианты. То елка подвешена к потолку, то изготовлена из каких-то неимоверных материалов, то расцветки, которые позавидует, наверное, сама кукла Барби. А вот что же в этом году, какие тенденции у елок, нам подробнее об этом расскажет моя гостья, флорист-дизайнер Татьяна Авраменко. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Татьяна. Артеменко, прошу прощения. Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Спасибо. Видите, атмосфера настолько зашкаливает в нашей студии, что... Простите, забыл фамилию, обещаю справиться. Так кто же эти люди, которые создают елочную моду? Это дизайнеры-флористы. Они руководствуются и руководят модными тенденциями. И нас направляют. Обязательно. Как приходят новые решения? Какая будет елка в будущем году? Ну, елки, как всегда, будут у всех разные. Они одинаковыми быть не могут. У кого-то зеленая, у кого-то белая, красная, любых цветов. Ну, весело. Главное, чтобы было весело и с хорошим настроением. Вот вы, как дизайнер-флорист, в какую сторону склоняетесь? Какая елка для вас наиболее симпатична? Это хай-тек? Это что-то из ряда вон выходящей? Или все-таки традиция, классика должна оставаться классикой? Ну, для меня елка должна быть, конечно, зеленая. Желательно еще и настоящая. С ароматом хвои. Ну, оформлена. Я люблю стиль хендмейт. Люблю, чтобы это все было свое. Чтобы это было сделано с душой, своими руками. Уютно и по-домашнему. Уютненько, домашненько, чтобы хотелось сидеть рядом с той елкой. Я думаю, что многие, кто сейчас смотрит нашу беседу в прямом эфире, наверняка тоже сотворили бы, благо время еще позволяет, украсили елку, согласно тем направлениям, которые вы озвучили. Это хендмейт. Это по-домашнему очень хорошо, тепло, уютно и своими руками. Но, с чего начать? Начать с огней. С огней? Да. Вы знаете, у нас здесь есть рабочий стол, есть елка, которую нам с вами предстоит украсить. Давайте это сделаем в прямом эфире вместе. Давайте. Друзья, ваши аплодисменты, проходите. Что нам понадобится для украшения елки? Ну, у нас уже есть огни на елке, есть банты. И зеленая елка, как вы любите. Зеленая елка, да. Моя любимая зеленая елка. И вот у нас такие игрушки, абсолютно хендмейт, линяное, все натуральное, все теплое и с душой сделано. И вот мы эти игрушки будем вешать на елочку. Ну, для начала я бы хотел поинтересоваться, для того, чтобы сделать такую игрушку. Это, кстати, покупные игрушки или это хендмейт? Нет, нет, это абсолютно хендмейт, да. Что необходимо и сколько времени уходит для того, чтобы сделать такую игрушку? Ну, время у каждого по-своему будет уходить. У мастера быстро, у начинающего мастера чуть-чуть длиннее. Ну, сюда нужна льняная ткань, кружево, бусины. И любовь и желание сделать такие вещи. Скажите, здесь полностью полет фантазии или, может быть, в интернете есть какие-то сайты, где можно посмотреть какие-то выкройки, шаблоны и советы, как это лучше сделать? Конечно, в интернете сейчас великое множество мастер-классов, великое множество выкроек. На любые случаи, на любые торжества можно это все найти, поискав при желании. И вперед! Я предлагаю сейчас эти игрушки не в руках держать, а украсить ими нашу елку. Вы мне только подскажите и направьте, куда же их, где же их размещать? Ну, начинаем сверху и в шахматном порядке двигаемся вниз. Кстати, давайте я вам буду помогать и параллельно задавать вопросы. Скажите, а вы помните первую елку, которую вы сделали уже непосредственно как дизайнер? Ну, конечно, помню. В самом детстве мама с папой нам отдавали на, можно сказать, растерзание елку. То есть мама с папой уже с детства заподозрили, что дочь в будущем дизайнер. Ну да, я думаю, да. И мы сами с сестрой всегда наряжали елку, развешивали игрушки так, как нам хотелось. Не знаю, было ли это красиво со стороны взрослых, но мы были в восторге. Нам все очень нравилось и всегда Новый год проходил. Вы меня-то тоже контролируете? Да, все отлично. Но у нас игрушек много, можно повесить на каждую елочку, на каждую веточку и будет... Хорошо. Ну вот у нас елка получается такая где-то даже в этно-стиле, в деревенском. Да, да, да. Такой этно-стиль. Например, вы знаете, есть еще такая тенденция, у многих дома скапливаются какие-то ненужные материалы, которые вроде бы и выбросить жалко и вроде бы и место занимают. Что из таких материалов тоже можно, скажем так... Нет, это сюда не подойдет. Ну вот можно наверх вот давайте повесим. Вот там пустая веточка. Пусти, скажем так, в расход, чтобы и елку украсить, и дом от хлама избавить. Делать, скажем так, эко-елку. Есть такое направление? Да, есть вот отличная идея из апельсиновых шкурок розочки делать. То есть это тоже все возможно? Да, съел апельсин, скрутил, свернул, засохло. И красивое получится украшение на елочку. А, студия. Ну как у нас елка получается? Ничего такая? Вот еще такую повесим. Вот могут быть старые какие-то игрушки, которые уже потеряли свой внешний вид. Их тоже можно подкрасить. Там с той стороны мы уже все зависели. Да, в принципе, здесь... Подкрасить, декупаж сейчас в моде. Декупаж — это даже сложная техника для меня. Я просто люблю наблюдать это со стороны. Но, знаете, смотрите, как медитация, когда что-то делают. Это, вы знаете, можно смотреть, как горит огонь, как льется вода, и как кто-то занимается техникой декупажа, изготавливает что-то. Ну вот у меня вопрос про эти банты. Вот был бы я в детском, детсадовском, а может быть и раньше возрасте, я бы, честное слово, взял бы тюль с окна и пустил бы его на такие вот чудо-банты. Да, вот это именно тюль с окна. Я угадал. Органза, да, которая выглядит, по-моему, очень даже нарядно и привлекательно. Я предлагаю этой тем, издалека взглянусь на нашу елку, посмотрите, где же чего недостаточно, и хорошо ли она будет смотреться из окна нашей гостиной. Доброго вечера. Давайте так вот прикинем. Ну, по-моему, неплохо. Очень неплохо. Вот еще одну нашла местечко, куда как раз мы можем разместить вот такого веселого человечка пряничного. И бантик привяжем. И наша елка будет нас радовать долго. То есть ничего лишнего, какой-то яркий элемент сюда просто уже не пригодится? Ну, я считаю, что нет, потому что это вот в таком, ну да, деревенском стиле, эко. Все, мягкие тона, нежненько, приятно. Друзья, давайте поаплодируем нашей елке. Елка у нас получилась красавица. Татьяна, прошу, пройдите в нашу импровизированную мастерскую. Ну, вот вы знаете, елка у нас появилась, но я думаю, что под елкой Дед Мороз должен принести подарки. И вы знаете, под такой елкой должны находиться какие-то подарки, упакованные под стать этой елки. Мы с вами немножко позже займемся мастер-классом по изготовлению и упаковке подарков. Пока что эти аплодисменты вам за эксклюзивную елку. Ну, друзья, а сейчас, по-моему, самое время подумать про одежду. Елку мы нарядили, нужно наряжаться как-то и самим. Ведь у символа будущего года собаки тоже есть свой дресс-код, какие-то свои пристрастия. В общем, об этом поговорим немножко позже. Пока что я хочу обратиться к вам, Николай. Вот скажите, все мы прекрасно знаем, что брюки превращаются в элегантные шорты, но там магия как-то пошла немножко не туда. Способны ли фокусы и чародейства, то искусство, которым владеете вы, создать новый образ? Безусловно. То есть это тоже можно все сделать? Конечно. Ладно, я думаю, что экспериментировать с моим внешним видом прямо в эфире не будем. Тим, хочу вам задать следующий вопрос. Вот с самого начала эфира я наблюдаю за тем, что у нас есть волшебное... Что-то мне подсказывает, но на самом деле волшебный сосуд. Ваза. Рассказывайте, что это такое, что вы принесли с собой и что эта ваза умеет делать. Надеюсь, кобра оттуда не вылезет. Думаю, тоже не вылезет. Просто это ваза, которая всегда наполняется водой самостоятельно. Это наш родитель. Да ладно. Да. Вот смотрите. Подождите, еще раз я не уловил момент ваза, которая водой всегда наполняется самостоятельно. Самостоятельно. То есть у нее есть какая-то подпитка, может быть, какой-то краник из гомельводоканала. Сейчас посмотрим. Смотрите. Кружка пустая. В вазе есть вода. Подождите, действительно. Я попрошу наших операторов показать эту кружку. Кружка действительно пустая. Вот. В вазе вода. Выливаем воду до конца. Так. Так. Ставим нашу вазу. Кстати, она путешествует вместе с нами. В дороге мы очень много передвигаемся по нашей любимой родине, по стране. У нас есть не только артисты, то есть люди. У нас есть крылатые, пернатые, мохнатые. Артисты, которые тоже хотят пить. И бывает жаркая погода, бывает холодная. Где воды взять? Мы обращаемся к нашему колодцу. Берем вазу. Да ладно. Да ладно. Да ладно, откуда она появилась? Друзья, это аплодисменты. Я многие чудеса, всякие фокусы видел, такого я еще не видел. Павел, послушайте, на самом деле удивили. Друзья, я предлагаю перевести дыхание, перевести дух, сделать небольшую паузу. А после все-таки будем одеваться, согласно всем тенденциям. А вот это вот, оставите у нас этот кувшин или нет? Нет, ну что вы, мы его заберем. Ладно, хотя бы до окончания эфира, пускай он будет у нас, потому что пить захотят многие. Друзья, после небольшой паузы мы будем ждать наших следующих гостей. Еще много чудес будет в этой студии, не переключайтесь. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Добрый вечер», Гомель, на телеканале «Беларусь 4». Сегодня 28 декабря, мы готовимся к Новому году и празднованию Рождества. Согласитесь, новогодняя ночь, пожалуй, самая волшебная в году. И хотим мы этого или нет, но одежда играет также большую роль. Ведь недаром мы заглядываем в какие-то модные журналы, смотрим рекомендации стилистов. Какие цветовые сочетания актуальны именно в новогоднюю ночь? Какие фасоны будут доминировать в будущем году? Об этом и не только расскажут мои следующие гости. Встречайте ваши бурные аплодисменты. Дизайнер Татьяна Пипченко и стилист Наталья Науменко. Девушки, здравствуйте. Добрый вечер. Прошу, проходите, присаживайтесь. Ох, я прекрасно понимаю, что в вашей сфере в канун Нового года тоже дел не впроворот. Нужно, наверное, и мастер-классы дать, и все светские мероприятия посетить, и какие-то советы дельные раздать. Что кому носить и во что одеваться. Так вот, в связи с этим первый вопрос. В чем же встречать этот Новый год? Татьяна, я думаю, что адресую его вам. Ну, по логике вещей, конечно же, в одежде. Ну, и само собой разумеется. Но здесь... Подождите, хотите угадаю, если вы пришли к нам вот в таком изумрудного цвета бархатном платье, я так думаю, что изумрудный будет доминировать. Нет, не угадали. На мне более вечерний вариант и то, что модно в данном сезоне. А то, что касаемо одежды, которую можно одеть на Новый год, это абсолютно новая и другая стезя, которая совершенно не сочетается с модными тенденциями. То есть в Новогоднюю ночь можно быть не модным, но правильно одетым? Правильно одетым. Правильных цветов и должна быть правильная одежда. Цвета, которые можно выбирать для встречи Нового года, это бежевый, хаки, золотистый. То есть все цвета, которые нейтральные, пастельные. То есть год собаки, собака не любит ярких кричащих цветов. Наряды должны быть элегантными, скромными, без какого-либо намека на флирт. Ну, не то, что в год петуха. Могу сказать, что есть два цвета, которые лучше не использовать. Это какие? Это красный и синий. То есть я не в тренде. На Новый год, вот именно для встречи Нового года, лучше не одевать красный и синий. Я вас услышал. Хорошо, спасибо большое за совет, не только от меня, но и от всех наших зрителей. Я думаю, что не менее актуальным вопросом для девушек будет, а что же у нас с прической и именно с макияжем в новогоднюю ночь? Знаете, нам очень сильно повезло, так как наступающий год, это год собаки. А мы, как знаем, пород собак очень много. И поэтому, как бы мы себя, так сказать, не украсили с помощью декоративной косметики или прически, мы все будем выглядеть по-разному. И это уже будет актуально. Но, так как это год желтой земляной собаки, конечно, есть предпочтение, чтобы ее задобрить в цветовой гамме. Это использование теней желтой, золотой, оранжевой, коричневой, то есть графитовой. То есть такие более к природным оттенкам и цветам, которые более, действительно, как сказала Татьяна, спокойные. Вот. Ну, конечно, в новогоднюю ночь хочется немножечко быть поярче, поэтому, если более спокойные платья, фасон, то можно тогда немного добавить блесток, то есть глаза. Ну, губы, конечно, желательно, чтобы они были матовых, оттенков таких, как таракотовые, коралловые, бордовые, винные. Ну, то есть такие более тоже что-то к природному такому связано. Поэтому по прическе, конечно, есть такие рекомендации, например, если обратить внимание на повадки животного, да, то есть собаки предстоящие, то когда она виляет хвостом, значит, ей что-то нравится. Поэтому как элемент в прическе можно, в принципе, использовать хвост. Обычно, в принципе, да? То есть его, чтобы немножечко разнообразить, более пышным сделать, можно, например, накрутить на плоечку, и это уже будет совершенно по-другому выглядеть. И осталось еще научиться вилять им, если вдруг что-то нравится. Ну, если да, причем хвост, такая прическа, она подойдет под любую одежду, в принципе, под платье какое-нибудь, строгое под брючный костюм, поэтому можно выбрать как, то есть прическу именно такой. Итак, подведем небольшой промежуточный итог, что же нужно одевать в новогоднюю ночь. Это теплых, желтых, бежевых оттенков одежда, спокойных тонов, исключить красный, синий или еще какой-то? Красный, синий. Красный, синий. Исключить все кричащие яркие сочетания и оставить спокойные, желательно природные... Нейтральные, да, пастельные тона. Тона. Это все хорошо. Вот и все, что вы рассказывали, я так понимаю, вы смотрели с женской точки зрения. Но знаете, на вас же, на модельеров, на стилистов, на дизайнеров еще большая миссия возлагается. Не только для девушек, но и для парней какие-то тензенции и советы дать. Расскажите мне. Ну, парни ничем не отличаются от девушек по одежде на самом деле. Лучше парню выбрать то, что на нем будет очень хорошо сидеть, подчеркивать достоинства, скрывать недостатки, так же, как и на девушках. Вот, все, хорошо, можете дальше продолжать. Это мой любимый фасон, то, что хорошо на тебе сидит. Да, хорошо сидит. Отлично. Перейдем к аксессуарам. Ведь они тоже играют немаловажную роль. Да, здесь выбор аксессуаров у нас невелик, потому что так же должно быть все нейтрально. Могут использоваться какие-то природные камни в украшениях, не должно быть больших, огромных цепей, больших брошей. То есть все должно быть минимально стильно и строго. Если даже есть какие-то семейные украшения, вот как реликвии, то это можно одеть в новогоднюю ночь. Но не стоит использовать какие-то огромные серьги, которые будут висеть прямо до шеи. То есть не стоит переусердствовать. Это все хорошо и замечательно. Но новогодняя ночь, она однажды заканчивается. Ну, потом еще старая новогодняя ночь. Ну, то можно уже, скажем так, не считается. Начинается год, и как-то нам целый год нужно в чем-то ходить, чувствовать себя уверенно, комфортно. Что скажете по тенденциям 2018 года? Какая будет мода, во всяком случае, в нашей стране и в нашем городе? Ну, уже в новогоднюю ночь можно одевать все, что угодно. Кричащая, яркая, броская. Модно будет изумрудный цвет, синий. Какие-то использования элементы красного цвета. То есть не зря мы с вами так пододелись. Да, не зря, не зря оделись. По стилю одежды, это у нас уже на протяжении нескольких лет стиль оверсайз. Это когда одежда заведомо больше человека по размеру. Вы сказали, несколько лет уже актуальна эта тенденция. Я бы хотел обратиться сразу к коллекции, которая была вами представлена на одном из недавних фэшн-событий нашего города. Я попрошу нашего режиссера Юлию Хорошину представить нам то, что происходило не так давно на сцене одного из концертных залов нашего города. Это был конкурс «Миссис Гомель» 2017. Вы представляли коллекцию. Я думаю, что стоит рассказать о ней. Относится ли она к тем тенденциям, о которых вы рассказывали только что? Ну, там есть два цвета. Это белый, он всегда будет модный. И тот цвет, который сейчас входит в тренд, это серебро. Вот золото и серебро будет модно в этом сезоне. Поэтому мы решили, чтобы было видно и девушек, и одежду, выбрали только два цвета. Что повлияло на создание этой коллекции и как шла подготовка? Вы знаете, лично для меня то, что касается создания картин, написания картин, тоже и подготовки коллекции, для меня это какое-то таинство. Периодически я вижу, как это происходит, но я не могу понять сам процесс. Ну, у нас это просто происходит. Я работаю еще с одной девушкой, с дизайнером Натальей ее зовут. У нас надо, идем рисуем. То есть так же мы ее придумываем, так же и делаем. То есть есть всегда в голове какие-то идеи, какие-то наметки, а потом, когда вот наступает этот момент, ты их воплощаешь в жизнь. Скажите, то, что мы сейчас видим на экранах, ну, одежда эта прекрасно смотрится на подиуме. Возможно ли ее использовать где-то в жизни? Или все-таки это коллекция как арт-объект? Это можно носить. Здесь представлены довольно большое количество брюк, именно женских, которые будут модны в этом сезоне. Это клеш возвращается к нам, давно забытое, старое. Также брюки, юбки остаются. Мы возвращаемся в Шотландию? Нет, Шотландия это юбка-шотландка, то есть в клеточку и в складочки. А юбка-брюки это когда на девушке одета вроде и юбка, а вроде и брюки. То есть там такие большие фалды спереди. Поэтому юбки на запах, это все когда-то было модно в 90-е годы. Хорошо. Наталья, скажите, легко ли в сотрудничестве с такими глобальными планами Татьяны подбирать под образы макияж? Знаете, в принципе, да, легко, потому что уже сотрудничаем не один год и в принципе понимаем то, что нужно нашим дизайнерам. И они уже свои предпочтения говорят, и мы это воплощаем в жизнь. Поэтому здесь главное взаимопонимание, а мы друг друга понимаем. Вопрос, который, я думаю, интересует не только меня, но и всех, кто, скажем так, накопил достаточно большое количество одежды за пару-тройку лет. Что в следующем сезоне лучше подальше задвинуть в шкаф, запрятать, а может быть и вовсе от чего-то избавиться? Брюки с заниженной талией, джинсы, брюки. И для парней, и для девушек? Конечно. То, что сейчас в моду возвращается опять одежда, которая именно должна сидеть на талии. 90-е. Да. Друзья, эти аплодисменты вам. Спасибо. Я думаю, к теме моды мы еще сегодня вернемся этим вечером. Татьяна, ну а я хочу поспешить к вам. Ёлку мы все-таки нарядили, она практически уже, да не практически, она, по-моему, уже готова, или каких-то элементов не хватает на ней? Нет, она готова. Все. Отлично. Ну, под ёлкой, как я уже говорил, должны лежать подарки, и лучше это будет, если и внутри что-то будет, знаете, такое интересное, желаемое. И снаружи упаковка, чтобы была, скажем так, настоящим арт-объектом. Давайте изготовим что-нибудь своими руками прямо здесь, в эфире. Я вот, кстати, там принес две коробочки, которые я тоже в эту новогоднюю ночь собираюсь подарить. Я бы хотел попросить вас помочь мне их запаковать. Давайте с большим удовольствием мы этим займемся с вами. Давайте, мы их берем. Итак, у меня два подарка моим близким, любимым людям. Их необходимо запаковать. С чего начать? Ну, я думаю, вот этот подарок мужчине будет, да? Совершенно верно. Мы его будем запаковывать в модную в этом сезоне крафт-бумагу. Чтобы сделать ее наиболее дизайнерской, мы ее вот так вот... Можно это я сам сделаю? Так вот, прям так от души помнём. Николай, мне это напоминает один из ваших фокусов. Да, да, да. У меня уже было сегодня исчезновение клочка бумажки в этой студии. Сейчас вот, ну, этот большой, большой получился ком. Я думаю, что... Да, теперь мы ее развернем. Вряд ли исчезнет. Итак. Немножко разгладим. Так, разровняем. Это вообще очень дизайнерски у нас получилось. И будем вырезать нужную нам ширину. То есть, а это еще на маленькую коробочку? Да, это еще на что-нибудь вполне пригодится. Мы будем... Заворачиваем так. Держите. Берем двусторонний скотч. Вот про елки я уже поинтересовался. А как пришла идея вообще, как приходят идеи за упаковки подарков? Ведь, ну, можно взять просто блестящую бумагу, завернуть сверху, прилепить бант и все? Ну, хочется, чтобы и подарок, как вы сказали, и внутри, и снаружи был и привлекателен, и вызывал восхищение и восторг. Да, переворачиваем сейчас. И поэтому его украшают и оформляют. Держите. Сейчас мы еще скотчика. Вот. По тематике праздника или по желанию заказчика, кто дарит подарок, или по желанию того, кто будет получать подарок. У каждого же есть свои какие-то любимые фишки. Я так понимаю, бумага крафт и вот такие вот штуки хендмейда, они актуальны и при упаковке подарков. Да, вот у вас прям вот получается. Может, в душе я тоже дизайнер и умею подарки упаковывать. Я просто никогда этого не пробовала. Спасибо вам, Татьяна, что пришли ко мне в гости этим добрым вечером. Оказывается, что вот я тоже умею что-то. Да, теперь мы дальше перейдем к непосредственности. И это еще не все. Вы знаете, я бы уже был рад и такой упаковке. Давайте вашу радость сделаем еще больше. Давайте, я согласен. И оформим тоже. Будем уже украшать. Оформлять. Конечно же, у нас будет новогодняя тема, да? Конечно, безусловно. Ну, девочки сказали, что красный цвет нельзя. Ну, это же в одежде и только в новогоднюю ночь. Ну, я думаю, да. В коробках, в упаковках. Давайте оставим. Можно? Все-таки яркий какой-то элемент. Ну, и красный – это все-таки праздник, это Новый год, цвет Нового года. Ну, мне кажется, это будет весьма уместно. И с крафт бумагой это очень хорошо сочетается. Понимаете, тут еще может возникнуть одна проблема. И не в упаковке, а, знаете, когда мне преподносят подарок красиво завернутый, красиво запечатанный, просто жалко рушить и разрывать всю эту красоту. Вот как вы, как дизайнер, как человек, который производит это все, вот как вы к этому относитесь? Я очень люблю, какую бы я красоту эту не создала, что бы я там не придумала вместо упаковки или саму упаковку. Мне нравится, когда делают вот так. И оно все вот так вот взлетает. Сейчас этого делать не будем, потому что мы этого делать не будем. Мы будем с вами теперь делать бантик. Что нам для этого понадобится? Бантик нам для этого надо. Зеленая ленточка, бечевочка. И завязываем, да. Завязываем. Крепко-крепко узелочек. Крепко, да? Да. Достаточно ли крепко? Да, отлично. Бантик у нас готов. Новый год. Новый год как же без зелени, без веточек, без елочек. Мы возьмем такую сосновую веточку. Добавим немножко. Но это же настоящая, да? Да, да. Живая веточка. То есть сюда у нас пошли льняные ткани, в упаковку у нас подойдут настоящие лапки настоящей сосны. Да, лапки. Ну, мы природу любим, бережем, поэтому сосна, я думаю, с удовольствием поделится с нами лапками, а вот елочку срубить жалко. Он недаром же в песне появится, что елочка родилась в лесу. Да. Пусть она там растет, а нам хватит и небольших лапок для ощущения Нового года, для того же запаха. Раньше было, да, тяжело с этим делом. Не было столько искусственных, красивых, выглядящих настоящим. Нет, мы же еще должны добавить апельсинового аромата. И еще добавим. Будет еще апельсиновый аромат. Да, непременно. Татьяна, вы упаковываете различные подарки, и вот я уже вижу, делаете это очень-очень круто и профессионально. Самая большая коробка, которую вам доводилось запаковывать? Это была не коробка, это была... Автомобиль? Это была огромная ваза. Это была такая вот, наверное, ваза, и ее нужно было упаковать. Коробки не было. Пришлось придумывать разные ухищрения. И слюду использовали, и в несколько рук это все упаковывали. В общем, было интересно и весело. Так, ну я же жду, когда же появится апельсиновый аромат. Это же мужской. Апельсиновый аромат. Мы берем апельсин. Я такие штуки видел только на волшебных рождественских новогодних открытках. И они пахнут. Это настоящие засушенные апельсиночки. То есть это можно съесть? Ну, можно. Я их делала сама, поэтому они без всякой химии. В голодный год. То есть при желании можно размочить в воде и сделать апельсиновые друзья. Да, развернул подарок. Ваши аплодисменты. Взаимно. Так, последний штрих получается у нас. Какое необычное сочетание сосны и апельсинов. Мне уже нравится. Я думаю, что тем людям, которые будут получать такие подарки, им понравятся вдвойне. И вот, честное слово, повторюсь, не устану это говорить, что если бы мне преподнесли подарок в такой упаковке, он бы простоял бы у меня, ну, несколько лет так точно, он бы стоял бы у меня просто как арт-объект. И последний штрих. Скажите, а только из апельсинов можно сделать такие вот дизайнерские декоративные штучки? Или подойдут какие-то другие овощи, фрукты, которые доступны у нас? Ну, я даже не знаю, но как-то я вот апельсинами балуюсь. Овощи, фрукты. Ну, можно засушить, можно яблоки маленькие засушить, я думаю, будет красиво. Грушу разрезать. Она такая вяленая получится. Интересная. Ну, технология изготовления их какая-то существует? Компот? Или то, как в деревнях наши бабушки сушили для компотов? Да, да, да. Вот можно немножко оттуда, и никто не заметит. Оттуда идею подобрать, да. Сейчас продаются такие сушеные декоративные штучки. Вот, например, розочки. Это тоже вы сами делали? Друзья, возьмите на вооружение, такие вот арт-объекты из апельсинов и апельсиновых корок можно сделать, время еще есть, и в духовке их сушить? Или, а то я сейчас наговорю людям. Ну, можно в духовке, но лучше наверху, на шкафчиках. Друзья, наверху на шкафчиках. На кухне. Скручиваете и сушите, такие вот прекрасные штучки получаются, которыми можно задекорировать не только подарок, но и новогоднюю елку. Спасибо вам большое за этот мастер-класс, друзья. Аплодисменты нашей Татьяне. Вот что у нас получилось в результате. Скажите, ну а своим-то друзьям уже подарки успели запаковать? Ну, как всегда, сапожник без сапог, все оставляется на предновогодний. Ну, у нас еще сегодня 28 число, у нас еще 29, 30, 31, и до боя курантов еще можно успеть сделать очень много дел. Итак, спасибо вам огромное. Давайте через небольшую паузу мы увидимся снова и продолжим наш чудесный вечер. Не переключайтесь. Итак, друзья, наш праздничный эфир продолжается. Мы сегодня готовимся к встрече Нового года и празднованию Рождества. Мы уже научились украшать елку, знаем секреты, как же украсить подарок для своих любимых и родных людей. Ну и, как я и обещал, чудеса в нашем эфире продолжаются. Николай, чем в очередной раз готовы этим вечером удивить не только меня, но и наших зрителей, может быть, наших девушек, дизайнеров, модельеров, стилистов? Ну, давайте попробуем. То есть? Потому что каждый из нас понемножечку является фокусником, даже не зная этого. Я попробую сейчас это как-то вам продемонстрировать. Ну, вот смотрите, у нас вот три волшебницы прямо в студии. Татьяна сотворяет настоящее волшебство. Да, прекрасно. Вторая Татьяна одевает людей, тем самым тоже создаёт волшебство. Наталья дарит волшебный макияж всем девушкам, делая из них принцессы, очаровательных королев. Наталья, пойдёмте к нам. Наташенька, можно я с вами так, покажите ручки свои? Здесь ничего нет? Нет. Работаем пальчиками. Весело так, весело, весело, весело. Правая ручка назад. Давай вот так вот. Вот так и держите. Вот так держите. Теперь в эту ручку я вам положу шарик. Я положу шарик вот так в ручку, а вы его цап-царап и забрали. Угу. Хорошо. Смотрите, вот ручка, вот шарик. Вы готовы? Давайте попробуем. Ну, давайте. Оп! Не успел. Наталья, постарайтесь здесь ещё раз. Вот ручка, вот шарик. Вы готовы? А-а-а-а. Оп! Торопитесь вы, торопитесь. Давайте ещё разочек. Пальчики раскопырили, вот так ручка, шарик. Оп! Палец отдайте. Шарик у вас. У меня. Точно? Да, точно. Чувствуете? Да. Хорошо. Теперь смотрите. Я у Наташи сейчас шарик заберу так, что никто не заметит, а она даже не почувствует. Это как? А вот смотрите. У меня в руках ничего нет. Держите крепко. Держу. Смотрите. Держите. И шарик у меня. У меня. Вы что, не верите? Показать? Давайте поддержим аплодисментами. Тихо, тихо, тихо. Держите, держите. Да, да. Я сейчас покажу свой шарик. Смотрите. А он мне не нужен. Да я его Наташе отдам. Теперь у вас. Ой! Это настоящая магия, волшебство. Нет, подождите, подождите. Или это еще не все? Нет, конечно, не все. Я вам сколько шариков давал? Один. А у вас сколько? Три. Откуда? Давайте еще раз посчитаем. Один. Два. Три. Три. С одного три можно сделать. А с трех один. Попробуем? Смотрите, забирайте. Три шарика. Держите? Держу. Хорошо. Можно вот так сделать. Знаете, как сделать с трех один? Нет. Научу. Давайте. Повторяем за мной. Раз, два, три. Попочкой так. Раз, два, три. Об коленочко. Раз, два, три. И медленно открываем ладошки. Па-сма. Наталья, ну, похоже, все шарики оказались у вас. Я все-таки до последнего надеялся, что в моих ладонях то что-то окажется. А нет. Так это все размножает и размножает, Наталья, да? Давайте посчитаем, сколько. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Браво! Вы просто волшебница! Спасибо. Наталья, спасибо вам, Николай. Спасибо вам. Оставайтесь в нашей студии, друзья. Ну, а я продолжу наш сегодняшний эфир. Очень много чего нам с вами предстоит сделать. Не зря я сказал, что Новый год и Рождество – это именно тот период, когда мы с вами не только начинаем верить в волшебство, которое только что было на студии, но и активно заглядываем в гороскопы и тоже пытаемся там что-то найти. Итак, друзья, я с огромным удовольствием спешу пригласить в гости моего следующего гостя, составитель лунных календарей, астролог-человек, которому звезды раскрывают все свои тайны. Валерий Викторович Ковальчук сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую. Проходите в студию, присаживайтесь. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что новогодний сезон рождественский, сложный, ну я даже не скажу, что сложный, а ответственный и волнительный для всех. Вот вы в чудеса верите? Конечно верю. Только что они у нас были в студии. Вы можете найти этому логическое объяснение? Или все-таки это магия и волшебство чудеса? Это магия и волшебство, которые всегда присутствуют в нашей жизни. Просто не все в это верят. Ну, скажите, в астрологии у людей, которые составляют лунные календари, гороскопы, вы же тоже немного волшебники? Ну, как сказать, мы не волшебники, мы просто находим то, что не видят другие. Хорошо, начнем по порядку. Что же говорят звезды в канун Нового года? Ну, они говорят то, что Новый год, который нас ожидает, он должен быть лучше, чем прошлый год. Почему? Потому что совпало, что, во-первых, это год собаки, а собака – это друг человека. Это самый надежный друг человека. Второе, если вы знаете, что в календаре несколько бывает, и вот по еще одному календарю Новый год будет годом Венеры. А Венера – это одна из лучших планет, которая покровительствует человеку. То есть есть планеты плодородные и неплодородные. Всего учитывается семь планет. Вот из них плодородные – это самая плодородная Венера, а еще Юпитер, Луна и Солнце. И поэтому совпадение собаки и Венеры даст нам очень хорошие результаты в этом году. Вы знаете, я почему-то верю каждому слову, каждой фразе, которую слышу от вас. Да, но я вам должен сказать следующую одну только вещь. Я думаю, что раньше астрологи были предсказателями. Сегодня астрологи, они уже не предсказывают. Они прогнозируют. Да. Почему? Потому что сегодня мир меняется так, от мешательства человека, что порой эти прогнозы могут не сбыться. Почему? Ну, все слышали про коллайдер. Его воздействие на природу таково, что никто не знает, как оно высказывается, когда его включают, когда его выключают. Далее. Вот все эти спутники, ракеты, удачные, особенно неудачные запуски, они очень здорово влияют на Вселенную, на космос. А связь человека с космосом неоспорима. Это давно доказано наукой. Поэтому в целом, конечно, возьмем прошлый год. Прошлый или который заканчивает? Да, ну, вернее, он же прошлый петух. Как-то старый, торопитесь вы немножко жить. Еще несколько дней у нас в запасе есть. Да, у нас вообще в запасе гораздо больше. Почему? Потому что Новый год по восточному календарю наступит только 16 февраля. Это мы уже привыкли вместе с нашим Новым годом праздновать, и вот это вместе. А год Венеры вообще начнется в день весеннего, ровно 11 и 21 марта. То есть мы немножко смещаем понятия. Конечно, поводы хорошие, чтобы облачить. Как все непросто, естественно. Но у меня к вам следующий вопрос. На сегодняшний день, вот в какое печатное издание, интернет, сайт не открой, везде очень много гороскопов, и каждый предлагает свою правду. Скажите, какому же гороскопу нужно верить? Вы знаете, что все дело в том, что смотря, понимать под гороскопом. Вот эти гороскопы, которые печатаются, что все овны получат большие деньги или что-то другое, такого, в принципе, быть не должно. Почему? Но ведь все они родились под разными еще созвездиями. И все люди индивидуально отличаются друг от друга. Поэтому, если вам говорят, что у вас будет денежный успех, хорошо бы, конечно. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Гомя. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Я зовут Герасим. Очень приятно, Герасим. Во-первых, Александр, поздравляю вас и всех гостей в студии с Новым Годом. Спасибо большое. Поверьте, это взаимно. Желаю вам добра, мира и все самое-самое хорошее в Новом Году. Спасибо огромное. Вам также. А что я загадал под Новый Год, да? Ну, если это... Я прекрасно понимаю, что это большая тайна для многих людей. Загадывают это молча, чтобы никто не слышал. Если это не секрет. Пусть Новый Год, что сейчас у порога, войдет и исполнит все ваши мечты. Пусть Гомелю снега подарит немного, чтобы дети на нем рисовали цветы. Давайте мы певню оставим все наши печали и встретим собаку, как друга опять. На елку пойдем, если вы не устали, и будем всю ночь до утра зажигать. Прекрасные стихи. Спасибо вам огромное. Это достойно наших аплодисментов. Вам аплодирует Сягомельская область. Спасибо вам огромное за эти прекрасные стихи, друзья. Также напомню, что наш Вайбер готов активно с вами общаться. Так что не стесняйтесь, пишите номер нашего Вайбера на ваших экранах. Валерий Викторович, много очень вопросов. Можно ли самому научиться составлять гороскоп или все-таки... Ну, я должен сказать, что это очень трудоемкая вещь. Вот. Здесь, если, значит, рассказывать, как это делается, то думаешь, что надо учиться. Надо сначала освоить отзывы, потом начинать составлять таблицы, карты и прочее, прочее. Лучше всего... С чего я вообще наградный астролог. Это легче всего стать таким астрологом. Почему там не нужно такие таблицы составлять? Нужен просто большой опыт работы и желание этим заниматься. Поэтому сегодня можно прочитать... Но главное здесь практика. Вот астроги есть теоретики, есть практики. Поэтому и различаются календари. Например, те, которые я составляю. Вот можете почитать где-то так, где-то... Я их 20 лет составлял и проверял. Лунные календари. Да. Проверял на практике. И после этого делал свои выводы. И поэтому у меня календарь может отличаться от каких-то... Коль мы уже заговорили про лунные календари. Их можно сейчас найти во многих гометских изданиях. И я знаю, что у вас очень много поклонников, людей, которые именно, скажем так, обращаются к вашим работам. Скажите, какой урожай ждать в 2018-м? Должен вам сказать, что 2018 год, как я вам говорил, год Венеры – это всегда хороший урожай. Особенно он будет благоприятен для зерновых, для бобовых. Картошка-то хорошая будет в следующем году? Ну, картошка, она у нас всегда хорошая, но это не картошечный, в принципе, год. Почему? Потому что есть растения Венеры. Вот к растениям Венеры относятся многие лекарственные растения. Вот в этом году особенно важно будет их заготовить, потому что они будут наделены очень хорошими лечебными свойствами. Особенно такие, как мята, чабрец, ландыш, мелиса. Ну и многие другие. Они, в принципе, будут очень полезны для организма человека. А из овощей очень полезные будут овощи, такие, как помидоры. Это вообще полезные овощи. Это хороший овощ. Один из самых полезных, но в этом году особенно будет полезен. Ну и кроме того, среди деревьев должен ожидаться хороший урожай яблок, хороший урожай персиков. У нас в Беларуси уже начали их выращивать. Из кустарников – это крыжовник. Ожидаем тоже хороший урожай. Хочу вас попросить еще вот о чем. Я ждал эту встречу не только, чтобы в общих чертах узнать про то, что ожидает нас с точки зрения астрологии гороскопов и лунного календаря. Но интересует меня судьба и телеканалы «Беларусь 4» и программы «Добрый вечер, Гомель» и радиокомпании «Гомель». Могли бы вы сейчас в прямом эфире составить для нашего телеканала «Гороскоп» и немножечко приоткрыть тайну занавес, узнать, что же нас ждет? Это вопрос несколько неожиданный, конечно. Но исполнимый. Да, конечно, исполнимый. Для этого просто мне важно знать дату первого эфира. Именно когда канал начал работать. Это было два года назад, то бишь 2015 год. Это был сентябрь месяц, вторая половина, 20-е числа. Нужна точная дата или приблизительно? Желательно точная. Ну, дай бог памяти, конечно, 24-25 сентября. Прекрасно. Сейчас мы займемся этими... Сколько долго по времени займется? Я думаю, что не очень много. Мне просто нужно посмотреть, что под какими знаками это происходило. А посмотрите. Сейчас посмотрим. Я тогда вас не буду отвлекать. У меня есть еще одна важная миссия. Вы тогда занимайтесь «Гороскопом». Друзья, под ваши аплодисменты я пройду к нашему дизайнеру Татьяне, потому что я вот смотрю, наблюдаю. Вы что-то делаете, создаете. Подарок один, подарок второй. Расскажите еще, буквально у нас несколько мгновений времени эфирного остается, еще один вариант подарочной упаковки. Это что? Это подарок для девушки, предполагаю. Телефон, да? Да. Я немножко подсмотрела. Вот, ну, выполнила ее так нежненько, как раз в тонах, которые разрешили и астрологи. Модельеры золота, серебро, такое белое. И бумага у нас, принт игрушки советских времен. Новогодний принт, да, да. Такой винтажненький принт. Ты, ну, вот так миленькая и нежненькая девушке. И опять у нас здесь присутствует натуральная нитка льна. Да, да, натуральная обязательно. Бечевочка, вот, бусики новогодние. Ну, вот так. Спасибо большое. Это был настоящий мастер-класс о том, как же делать новогоднюю упаковку. Браво, ваши аплодисменты. Спасибо. Итак, что же говорят звезды? Готов ли результат? Можно ли уже что-то сказать? Ну, в принципе, можно сказать, да. Если честно, легкое волнение присутствует. Ну, я думаю, у наших поклонников, у тех, кто смотрит телеканал «Беларусь-4», живет с нами в соцсетях, у моих коллег тоже. Я весь во внимании. Значит, 2015 год, по одному из гороскопов, это был год синей деревянной козы. И должен сказать, что этот год был не очень-то и удачный. Но такое впечатление, что ваш канал кто-то открывал, сверяется с астрологией. Потому что получилось, что лучшие дни, которые только можно было выбрать для создания канала, они выбрали. Вот этот день, 24 сентября, Луна находилась в Водолее. И это был 11-й, и переходил с 17 часов 30 минут в 12-й лунные дни. А что это за лунные дни? Значит, лунный день, он дает характеристику всего того, что в этот день начинается. 11-й день, это когда начиналась ваша передача, это самый энергетический день вообще в месяце лунном. И вот он наделяет тех, кто, или люди, которые родились в этот день, или же канал, любая организация наделяется крушительной силой. Эта сила помогает ему двигаться дальше, вперед. Понимаете, получился энергичный начальный шаг. Дальше. 12-й день в этот же начался, после 17-ти 30-ти. Восточная эстерогия, это день благоприятен для начала новых дел, любых. Кроме того, в это время было... То есть можно смело начинать новые телевизионные проекты. Да, и в это же время была растущая луна. Все дела хорошие начинаются на растущей луне. Получилось такое совпадение. Хорошо. Еще не все. Еще не все. Что интересно. Значит, вот это в этом году, вот эта вот синяя деревянная коза, она, хотя по крови стоит вашему каналу, но она не любит ленивых. Я думаю, что у вас ленивых не было. Нету. И не было, и нет, и не будет. Поэтому все указанное выше претворило жизнь. И что у вас появилось на канале? Новые задумки, видимо, как я понимаю. А это безусловно. Новая передача, интересные люди появлялись. То есть получилось, что у вас канал развивается. И дальше. Что должно быть дальше? Ваш канал набирает солидность. И поэтому объединяет людей творческих, способных. В результате что? Вот главное, что вы получили. Вы получили то, что вы не любите освещать такие сомнительные, дешевые сенсации. И достойно вы выйдете в любой конкуренции. А у вас конкуренты, наверное, есть. Конечно, есть. Поэтому будущее. А, в 2018 году главный канал не должен останавливаться достигнутым. И тогда он еще более будет успешно работать. И укрепить свой рейтинг. Поэтому развивайтесь. Спасибо вам большое за этот прогноз. Мои аплодисменты, друзья. Но и это еще не все. Как я и обещал в начале эфира, у нас сегодня появится символ будущего года. Поэтому давайте бурными аплодисментами под музыку встречать главного героя сегодняшнего эфира. Этого очаровательного королевского белого пуделя, которого зовут Ричард. Ричард, здравствуй. Иди сюда, мой красавец. Здравствуй, здравствуй. Встречайте. Это Ричард. Знакомьте поближе с Ричардом. Николай. Это артист Гомельской областной филармонии. Ричард очень доброе сердце. Это очень добрая собака. Где бы мы ни были, с кем бы мы ни общались, всегда он в центре внимания. Всегда его все любят, все гладят. Он просто любимец публики. Ну, я так понимаю, звезда сцены. Да. Ему даже ничего делать не нужно. Он вышел на сцену и все. Можно даже артистам уходить. Живым. Да. Он выходит и все, внимание на него. Послушайте, а он любит играть в мяч? В мяч? Да. Он вообще волейболист. Волейболист Ричард. Ему девушке больше по вкусу, по нраву. Девчонки, ну отпустите же к нам Ричарда. Рич, а может мы немножко поработаем? А может мы немножко поиграем? Так скажи, еще не мой год. Нет, ну подождите, еще не пришел. Ну, давай потренируемся. Давай? Хорошо. Работаем. Александр, может быть мы сначала чуть-чуть в кольца попрыгаем? Разминочку сделаем. Да, давай. Опа. Вот так. Иди сюда. Иди сюда, мальчик. Повыше барьер возьмем. Да. А теперь еще выше. Иди сюда. Рич. Рич. Молодчинка. А теперь супер прыжок. Ну, прекрасно. Прекрасно. Еще раз. Замечательно. А теперь волейбол. Рич, а теперь может волейбол? Волейбол. Ах. Ах ты. Ну, давайте попробуем еще раз. Давайте встретим Рича аплодисментами. Александр, давай. Ричард. Мяч. Ричард. Рич. Рич. Нет, вот так смотри. Давайте мне, я попробую сначала. Начнем с меня. Он решил занять место ведущей. Ну, вот. Прекрасно. Прекрасно. Давай немножечко. Все-таки покажем, как мы играем. Нет? Ау. Ричард, у меня здесь есть даже для тебя микрофон. Поэтому можешь что-нибудь даже пожелать нашим зрителям. Рассказать, какой будет год, как ты им будешь управлять и пожелать всего хорошего. Дело в том, что он всегда в машине у нас сидит. У него есть свое место. Он на это место никогда никого не пускает. Оно белого цвета. И вот, по-моему, видимо, он как-то перепутал. И уселся, и занял место ведущей. Вы знаете, если Ричард захочет, я согласен взять его к себе в компаньон, и мы с ним тоже сработаемся. А иногда он с вами будет уезжать на гастроли. Ну, или иногда ведь и со мной эфир. Спасибо. Согласен. Итак, друзья, аплодисменты Ричарду. Вы знаете, буквально несколько мгновений у нас остается до завершения нашего эфира. И так как это моя с вами финальная встреча в этом году, уже увидимся только в следующем. Поэтому, друзья мои, я думаю, что у каждого есть по несколько слов пожеланий нашим зрителям в канун Нового года, в рождественские праздники. Николай, начнем с вас. Конечно, здоровье, конечно, счастье, конечно, оптимизма в следующем году, встреч прекрасных, улыбок ясных, смеяться, радоваться жизни. Спасибо огромное, Татьяна. И верить знать, что жизнь прекрасна, да. Спасибо большое. Татьяна, что вы пожелаете нашим зрителям? Удовольствие от жизни получать ежедневно, ежеминутно радоваться жизни, наслаждаться ею, потому что она прекрасна. И Новый год, надеюсь, принесет с собой еще лучше и еще больше. Это безусловно. Девчонки, ваши пожелания? Ярких, искренних эмоций и побольше. А я хочу пожелать любви, красоты, больше счастья, улыбок и будьте добрых друг к другу, и тогда мир станет лучше, краше, и самое только будет хорошее в нашей жизни. Спасибо вам большое. Прогноз для нашего канала мы услышали, он был очень перспективный и хороший, но а что же зрителям? А зрителям я пожелаю, чтобы следующий год был лучше, чем этот, но хуже, чем тот, который будет после него. Прекрасное пожелание. Друзья, ваши аплодисменты. Я вам хочу сказать, что, безусловно, увидимся уже в следующем году, ну а завтра, завтра будет Новый вечер, он будет, безусловно, добрый. А на сегодня все, удачи вам, пока. Субтитры сделал DimaTorzok